Поэтому мы постарались соединить это все воедино и докладывать на тему правовые основы деятельности религиозных объединений, где как раз затронуты правовые основы создания деятельности религиозных объединений. Я вкратце сначала по докладу. В Российской Федерации гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, и не исключительно исповедовать любой. Право человека и гражданина на свободу совести и ее расповедания может быть ограничено федеральными законами, только в той мере, какой-то необходимый в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, право законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Установление преимуществ ограничений или информирует дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оставляющих религиозные чувства грамм вблизи объектов религиозного почитания, запрещено. В Российской Федерации является сверху государством, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной, или обязательной религиозное объединение от государства и равны перед законом. В соответствии с конституционным рецептом, отделение религиозных объединений от государства, государство не вмешивается в определение гражданинок своего отношения к религии и религиозной принадлежности, не возглавляет на религиозные объединения функций органов государственной власти, не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит федеральному законодательству, и обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Стоит отметить, что никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию и участию в богослужении других религиозных объединений, и в запрещании обвлечения малолетних к религиозным объединениям, а также обучения малолетних к религии, вопреки их воле и без согласия родителей и религиозных их замещающих. Также, в соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства, религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной герархией и институционной структурой, не выполняет функции органов государственной власти, не участвует в выборах органов государственной власти, не участвует в деятельности политических партий, не оказывает им материальную помощь. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими. Воспитание и образование детей осуществляется родителями или лицами их замещающими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. Религиозные организации вправят в соответствии со своими уставами и законодательством Российской Федерации создавать образовательные организации. По письменной просьбе родителей и лиц их замещающих из согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, указанные образовательные организации на основании решений религиального органа управления образовательной организацией по согласованию с учредителем могут предоставлять религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы. Религиозное объединение вправе осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей в порядке установленных законодательством Российской Федерации в формах определенных внутренних установлениями религиозных объединений. Обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью. Религиозное объединение в Российской Федерации. Религиозное объединение подразделяется на религиозные организации и религиозные группы. Все религиозные объединения отвечают следующим признакам. Это совместное вероисповедание, совершение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний и обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедования и распространения веры, осуществляющая деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. В религиозную группу входят граждане Российской Федерации, а также могут входить иные лица постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации. Помещение, необходимое для деятельности религиозной группы имущества, предоставляется в пользование группы ее участниками. Единственное, что должен сделать руководитель религиозной группы, это уведомить о начале деятельности религиозной группы орган, уполномоченный принимать решения о государственной регистрации религиозной организации по месту осуществления деятельности. То есть это органы Министерства юстиции. И раз в три года направлять дополнительное уведомление о продлении своей деятельности. Религиозные группы имеют право совершать благослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан, постоянное на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедования и распространения веры и установлено в законном порядке, зарегистрированное в качестве юридического лица. По законодательствам в целях осуществления контроля за религиозными объединениями предусмотрены случаи, при которых религиозные группы и религиозные организации могут быть ликвидированы, а их деятельность может быть запрещена. Тут законодательно предусмотрен исчерпывающий перечень таких оснований. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельности религиозной организации и религиозной группы являются нарушение общественной безопасности и общественного порядка, действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, нанесение, установленное соответственным законодательствам, ущерба нравственности и здоровью граждан, в том числе использование в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершение разрабных и противообразных действий, склонение к самоубийству или отказывать религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии, в воспрепятствовании получению обязательного образования, принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего имущества в пользу религиозного объединения, в воспрепятствовании угрозы причинения вреда жизни и здоровью в случае выхода гражданина из религиозного объединения, побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законов гражданских обязанностей и совершения их противоправных действий, Неоднократное непредоставление религиозной организации, федеральным органам, государственной регистрации и его территориальным органам, установленный срок отчета денежных средств и нового имущества, полученных от международных и иностранных организаций и иностранных граждан при наличии в деятельности религиозной организации и других нарушений законодательства Российской Федерации. Также деятельность религиозной организации и религиозной группы может быть запрещена в случае, если она противоречит требованиям Федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. То есть по остальным фактам деятельность религиозных групп и религиозных проявлений прекращена быть не может. С июля 2016 года Федеральный закон о свободе совести и вероисповедании ввесены изменения для регламентации деятельности религиозных объединений и религиозной группы. В частности, введено такое понятие, как миссионерская деятельность. В миссионерской деятельности признается деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении и свидетельстве, не являющихся участниками данного религиозного объединения. В целях вовлечения указанных лифт в состав участников религиозного объединения, осуществляемые непосредственно религиозными объединениями, либо уполномоченными ими гражданами или юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-делефункционной сети интернет, либо другими законными способами. В миссионерской деятельности религиозного объединения беспрепятственно может осуществляться в пультовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружениях. В зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания. В помещениях, зданиях, сооружениях и на иных земельных участках, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином имущественном праве организациям, созданными религиозными организациями. На земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, в местах полу общества, на кладбище, на крематоре, в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов. Не допускается осуществление миссионерской деятельности в живых помещениях за исключением, если они не относятся к вышеперечисленным объектам, то есть если они не принадлежат на праве собственности или на ином химическом праве религиозным объединениям. Запрещается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своем переручении принадлежащем другому религиозному объединению в помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены какие-то здания и сооружения, без письменного согласия руководящего органа соответствующего религиозному объединению. Кроме того, для ограничения миссионерской деятельности религиозных групп установлено, что граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозных групп, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом, федеральным органом государственной регистрации. то есть органы Министерства юстиции. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководители религиозной организации, члены ее коллегиального органа или священнослужители религиозной организации. Иные граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающие полномочия на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном документе должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего пакт нанесения записи администрации религиозной организации в едином государственном реестре юридических лиц и выданного федеральным органам государственной регистрации и юридическим органам уведомления. Настоящие правила не распространяются на миссионерскую деятельность в случае, если она проводится в местах, которые были выше перечислены, то есть в местах беспрепятственного осуществления миссионерской деятельности. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в том числе, которая элифидирована по решению суда или деятельность которого приостановлена или запрещена. В целях контроля и в целях наступления ответственности за нарушение данных правовых норм в статье 5.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации ввесены изменения. Она дополнена пунктом 4, в соответствии с которым предусмотрена административная ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести и свободе вероисповедания и религиозных объединений. В санкции которой предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Что касается тех лиц, которые правомочны проводить проверки и составлять протокол об административных правонарушениях по данным статьям, эти являются органы внутренних дел, должностные лица органов Министерства юстиции и, естественно, прокуратура Российской Федерации. Вкратце, это те положения, которые регламентируют деятельность объединения в объединении. То есть, если раньше, до июля, именно деятельность по вовлечению граждан в религиозной организации, в религиозной группе была неизвестна, то теперь хотя бы имеются какие-то основания для того, чтобы контролировать это. Ну и, в частности, у нас на территории города Арсеньево была проблема, связанная, есть такая организация «Надежда людей у нас», которая перед подъездами собирала детей, которые пели песни, люди просто пели песни, песни, причем ничего там, никакого-то посыла противоправного в этих песнях не было. Просто они раздавали такие визиточки, где у них указан телефон, адрес местонахождения организации и все, больше ничего у них там не было. Ну и они раздавали эти визитки, дети приходили домой, естественно, родители возмущались, почему на улице раздают какие-то литературы. Раньше это никак не было регламентировано. То есть, теперь появляется ответственность за нарушение арсеньевской деятельности. То есть, у всех таких людей, которые раздают такие визитки, у них должны быть соответствующие, подтверждающие документы, что они выполненно это делают. В партнерном случае можно сообщать в органы полиции, которые обязаны будут выезжать, опрашивать. Ну и появилась административная ответственность. Что касается практики какой-то на территории города Арсеньева по именно забрету деятельности религиозных групп и религиозных объединений, то в 2015-2016 годах у нас не было таких случаев. Такие организации не выявлялись, обращения граждан не поступали по данным вопросам. Но вот у нас в 2013-2014 годах была ситуация с религиозной группой мусульман, в деятельности которой мы выявляли экстремистскую литературу. То есть, получается, прокуратурой города совместно с Орденом ФСБ была проведена выездная проверка. У них есть мусульман с литературой. И в последующем три книги были признаны по инициативе прокурора. Была проведена лингвистическая экспертиза, и три книги были признаны экстремистскими. Они были изъяты. Руководитель религиозной группы был привлечен к административной ответственности. На 1400 года данная группа деятельностей на территории Орсейнского городского округа не осуществляет. Ну, в принципе, у меня все понятно. Пожалуйста, Катерина. Возьмите эту ситуацию со свидетелями ИГУ, у них нет, кроме запрещения деятельности по всей территории Орсейнского городского округа? У нас на Дальнем Востоке есть случаи, по крайней мере, когда у них также изымалась и мусульман, которая уже была признана экстремистской, и у них в уставах были прописаны нормы в части, ну, там, вопросы оказания медицинской помощи у них были. То есть у них запрещается оказывать медицинскую помощь, даже если люди оказываются там на грани жизни и смерти, у них по империи это не предусмотрено, ну, запрещается. Но, по крайней мере, были такие случаи. Я вам сейчас не скажу конкретно где, но у нас во всем мире эта религиозная группа проверяется, религиозная организация проверяется ежегодно. Ну, даже можно сказать, что именно свидетели ИГУ проявляются ежеквартально. У них была перепроверена вся литература и прокуратурой, и органами ССБ. То есть к ним никаких претензий в настоящее время мы предъявить не можем. У них все ведает. Ну, сейчас получается свежие изменения с июля. То есть сейчас у них можно это смотреть и проверять, можно сообщать полицию, которая будет у них смотреть все эти вещи. Полицию, соответствующая информация направлена на отнесение этих изменений. То есть они по-моему, очень составляют эти прокуратуры. Владимир Владимирович, а есть, собственно, информация, сколько религиозных групп сейчас прошли регистрацию в Министерстве юстиции? Ну, я, поскольку вы старший помощник прокурора города Арсеньева, я могу сказать только за Арсением. У нас на территории 10 религиозных организаций зарегистрированы в Министерстве юстиции. Нет, религиозных групп. А религиозных групп нет. Нет, здесь же внесены изменения на УЭЛы федеральные. Согласно информации правоохранительных органов, то информация, которую у нас есть, религиозные группы у нас деятельность не осуществляют. И в Министерстве не зарегистрированы. То, что религиозные группы у нас осуществляют деятельность, они осуществляют. Вопрос в том, что некому за ними осуществлять контроль. И очень сложно это проводится работа. Я, как он, проработал 8 лет в Министерстве юстиции, и знаю, что это очень сложно. Потому что религиозные группы нигде не зарегистрированы. Они перемещаются с квартиры на квартиры, переносят какую-то литературу непонятную какую-то. И, то есть, получается, к ответственности их близки кто. Правоохранительные органы говорят, что Минюст. Минюст говорит, что прокуратура. Прокуратура и так вот пока уходит. Сегодня внесены изменения в законодательстве о том, что религиозные группы имеют возможность теперь зарегистрироваться в Министерстве юстиции. Не зарегистрироваться, а подать уведомления. И, да, и произойдет. На сегодняшний день не одна религиозная группа, а религиозных, приму, по крайней, очень много. Вот о чем коллеги говорят. Они распространяют литературу, они осуществляют незаконную деятельность, они, значит, это работают. Но если те религиозные организации, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции, их проще проверить. У них есть юридичность, у них есть руководители и так далее. Они ежегодно предоставляют отчеты, то религиозные группы никаких отчетов не предоставляют. Где у них юридический адрес никто не знает, и кто у них руководитель тоже никто не знает. Это вопрос, это проблема. Это проблема, и я думаю, что здесь тоже есть религиозная группа. Это просто недостаточная информация, значит, в том, что нет вообще религиозных групп. Они есть. Они работают скрытно, они работают и проводят такую вот эту работу. Я согласен, что деятельность религиозной группы, она является стыдной. Это проблема их в мире. Но за 15-16 год у нас вопросы, вместо, ну, вопросы религиозных организаций, религиозных групп, они ежеквартально выносятся на заседание религиозной группы в сфере противодействия экстремистской и террористической деятельности, в которую входят органы ФСБ, органы прокуратуры, органы полиции, органы следственного комитета. То есть все правоохранительные органы. На постоянной основе осуществляется анализ деятельности, осуществляется анализ обращений граждан. Ну, вот именно я вам говорю, что на 99% мы уверены, что на территории города Арсеньево религиозных групп в настоящее время нет. Потому что органы ФСБ в этом плане, ввиду сейчас сложной, как бы еще и террористической обстановки на территории Российской Федерации, они это отслеживают на постоянной основе. И если где-то что-то появится, мы прорабатываем этот вопрос, я говорю, езжу порталь. Поэтому это стоит на контроле. Если у кого-то в администрации, может быть, есть какие-то сведения, или вообще у кого-то в существовании, сообщайте, это не останется, никуда это не ляжет, какой-то дальний наряд, это обязательно будет проведено. Спасибо, Владимир Владимирович, хорошую работу.